А накануне Хакасия отметила один из самых молодых праздников День России. Официально дата появилась в календаре в 93-м. За 26 лет праздник не раз менял свое название официально и в быту. В народе 12 июня именовали Днем Независимости. Только в начале 2000-х на правительственном уровне было принято решение считать Красный День Календаря Днем России. Традиционно в эту дату в Абакане работают концертные, развлекательные и спортивные площадки. А последние три года по главным улицам столицы проходит парад дружбы народов. В шествии приняли участие и наши корреспонденты. Четная сторона проспекта Ленина, начиная от парка Орленок, в праздничный день на несколько часов стала пешеходной зоной. По улице с транспарантами, воздушными шарами, с улыбками на лицах, музыкой и песнями прошел парад дружбы народов России. Россия, любимая земля! Всероссийской акции 6 лет. Хакасия к ней присоединилась в третий раз. Праздничное шествие традиционно объединяет представителей разных национальностей, проживающих в республике. Всего их больше сотни. В парадные ряды на этот раз встали почти 40 этнических организаций диаспор. Это праздник России. Мы живем в России. И мы должны... Мы россияне. Поэтому мы всегда, какие проходят праздники, мы всегда участвуем. Обязательно демонстрация своих национальных костюмов. Потому что это очень важно, хранить корни своей традиционной родины. Я шорский стерилизованный костюм представляю, да, современный. Ну, вдаванский национальный костюм. В нашей делегации очень много различных представителей. То есть именно народности. По традиции возглавляют шествие дети, члены Всероссийского движения школьников и юнармии. Подростки несут 40-метровое полотнище российского триколора. Для прохожих зрелище захватывающее. С проспекта Ленина парад переходит на улицу Карла Маркса, затем на Первомайскую площадь. Здесь демонстрантов дружескими приветствиями встречают сотни горожан. Для каждого дата 12 июня имеет свое значение. Возможно, еще не совсем определенное. День России официально начали праздновать только в 93-м. Раз мы ввели такой праздник, то и следует работать над тем, чтобы люди поняли, что это к чему, что за праздник и что он дает России. Праздничное настроение, все хорошо, все замечательно. Такой светлый праздник для всей России. Со сцены льется музыка. Большой праздничный концерт на площади будет греметь несколько часов. А в это время в разных уголках Абакана, в микрорайонах и парках горожане тоже отмечают День России. Вечером эстафетную палочку подхватил Преображенский парк. С импровизированной сцены зазвучали песни о Родине. Этой теме посвятили и конкурс рисунков на асфальте. Юные художники импровизировали с цветами российского флага. Я думаю, какого-нибудь животного и всего его расскажу. Флага России. Еще добавлю, например, запись какую-нибудь. А какую? Ну, Россия, Родина моя. Торжества в парке продлились больше часа. Послушать музыку, проникнуться чувством единения и гордости за Родину, просто отдохнуть, насладиться свежестью фонтанных струй пришли не только жители 4-го района, но и других уголков города. Сетовали лишь об одном, что праздник и вместе с ним выходной день не может продолжаться бесконечно. Наталья Гармашова, Сергей Казьмин, Вести Хакасия.